Я Артёменко Любовь Петровна, в девичестве Терениченко, родилась в 1930 году. Во время оккупации, мне было уже 11 лет, я оккупацию всю помню. Я жила на улице Ушанёвой с мамой и ещё две сестрёнки, одна с 1935 года, одна с 1937 года. Я самостаршая. А отец? А отец, когда ушёл на фронт, в 1941 году, в сентябре месяце, я, что я помню, бежала до самого Сердюка за батьком. За отцом. За отцом. Вин кричит, вернись, а я бежу и всё. Ну, 10 лет. Ну, вот Ванька. Да. Вот Ванька, чтобы не побежить за батьком. Побежит. Ну, и всё. А похоронка пришла на папу гораздо позже? Да, это, конечно, позже. Что без вести пропал 1 апреля, в 1943 году. Ночью не приходили? Ночью приходили за молоком, за яйцами. Ну, мать им как? Вырыла в усенцах яму, поставила туда это. И кушаны. Подои корову вылили туда. А потом выносят, говорят, матка, нет молока. Понятно. Это она так их кормила молоком. Обманывала бы? Ну, детям-то надо нам давать. Нас же трое. И мать четвёртая. А так и молокой было. Что есть? Ничего не было есть. А вот ещё вот Николай Иванович Скориков. А Николай Иванович Скориков, он был прям против нашего двора, это, хаты расстрелян. Где Маша Лустенко жила. Вот тут-то, вот тут его расстреляли. Когда мы утром встала я, а мать встала, а мороз же было, холодно. Она глянула, Николай Ивановича убыли. А кто убил? Никто не видел. А вообще он человек хороший был? Очень хороший был. Он, когда наши стали гнать этих коров, а он пришёл к матери моей и говорит, Маша, возьми корову, тебе очень трудно будет с дитями. И мать пошла, взяла корову у её во дворе. Она была, ну откуда-то, с Украины прислана. И вот эта корова нас и спасла. Она у нас была, молока много давала. И мы его пасли дома, четыре раза доели. Ну и всё. Когда немцы отступать начали, вы поняли, что наши идут? Ну а как же? А мы поняли, знаешь, до нас пришли в халатах ребята. Ребята. И знаешь, тогда подуешь, и наблюдали, как вот в дырочку. То туда пробегут, то сюда пробегут, то на Старый Оскол пробегут. И против нас бросили весь и лыжи, и скатки, и рубашки, и халаты всё. И маскалаты, и... Немцы, да? Немцы, да. Ну и это. Ну вот они, ну себе тащили. Ну люди, одеваться что-то, нечего не было. Так у матери юбка была с этой палатки, а мата поширила нам эти, с одеял, пальто. Пальто. Не, чтобы было ходить-то. Это сказали, что там, знаешь, вот это мешочки, чтобы порох вытряхивать, а то не с этих мешочков шить кофты себе. Ну, уходить-то ни в чем. Ну, я только туда пришла, залезла в погреб, а уже там вот сколько это, пороху, пороху, он разный. И это, и самолет. Я чую, что немецкий. Вы распознавать научили? Ну, конечно, мы уже знали. Или наш летитель, или немецкий. Я как летнула в Итиле. Ну, это спасибо, вот, я же на Ушаневе жила. Третья хата, она моя, от края. Наша третья была хата. Это сейчас там, сколько. А то барабаны, серенки и мы. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.